И ребят, всем привет! Q&A, который многие хотели, но я лично не особо хотела его делать, потому что, ну, на тот момент видос не сильно зашел. Но скажите спасибо Ютубу, потому что теперь, благодаря нему, вы получаете это видео, и возможно, вы теперь много таких видео будете видеть. Не думаю, что, конечно, кто-то против, но тем не менее. Ладно, я шучу, я не буду делать теперь все свои видосы про Q&A, но я сделаю это видео, и, возможно, еще одно в следующем или не в следующем. Ну, в общем-то, как пойдет. В этот раз я решила не делать слишком долгий ролик, потому что, мне кажется, тогда его мало кто посмотрел, как раз из-за того, что я с разгоном начала отвечать на вопрос. В этот раз мы что-нибудь как-нибудь сделаем коротко, ясно, лаконично и все такое. Но, в общем-то, погнали, видимо. Итак, будешь ли ты рисовать еще комиксы, не связанные с Брис? Честно говоря, на данный момент я не планирую рисовать никакой другой комикс. Я даже не уверена уже, что в состоянии закончить этот, потому что все идет очень тяжело, исключительно из-за проблем у меня в жизни. А как бы это, естественно, очень сильно мешает делать комикс. В любом случае, у меня, конечно, есть другие персонажи, помимо Брис. Но, как вы заметили, это мой любимый персонаж, и поэтому, если я что-то и буду делать, то только с ней. Спин-оффу комиксу... Не знаю, честно... Честно, не знаю. Как относиться к тем, кто всегда ноет по поводу своих рисунков и скилла? Я к ним и отношусь. Я очень сильно люблю панеть из-за этого, потому что мне часто кажется, что все я делаю не так. И я начинаю загоняться, и все такое. И объективно, естественно, не все мои арты 10 из 10, да и те, которые, по моему мнению, просто отличные. На самом деле, иногда мне кажется, что даже они не заслуживают внимания, потому что, ну, есть же люди и лучше меня рисующие. Ну, а я так тут балуюсь. И да. Не то, что я себя осуждаю. Просто все художники рано или поздно начинают об этом задумываться. Меня интересует, как вы продвиньтесь, что собираетесь делать дальше. Так и будете рисовать спидпоинты под видео, или же пойдете дальше. Ой, а что не так со спидпоинтами на фоне? Мне нравится. Я еще, когда только увлеклась ютубом, я начинала смотреть художников. И я всегда смотрела исключительно спидпоинты. Я не смотрела каких-то художников, которые говорят на фоне. Я смотрела спидпоинты вообще без ничего. Не знаю, почему. Мне просто всегда нравился этот формат. Поэтому, ну, не знаю, не знаю. Есть ли какие-то планы помимо ютуба? Не думаю. Честно говоря, я очень надеюсь, что с ютубом все останется хорошо. И он вернет статус моей основной работы. И все такое. Потому что сейчас в нынешней ситуации нам приходится с Перпи много стримить. Честно говоря, мы как бы не позиционируем себя как стримеров. Мы никогда не хотели, чтобы это было основным нашим видом деятельности. Но теперь мы стримеры. Поэтому очень хотелось бы вернуться назад. Собираешься ты куда-либо переезжать? Честно говоря, хотелось бы, правда. Но я не знаю куда. И сейчас все эти проблемы повсеместные с деньгами. Бла-бла-бла. Не буду повторяться. Поэтому теперь я уже ни в чем не уверена. Но да, честно говоря, просто хотелось бы. Будут ли создаться в твоем комиксе еще персонажи, которые будут влиять на сюжет в дальнейшем? Конечно же, да. Был ли у тебя бунтарский период в подростковом возрасте? Если да, ты можешь рассказать об этом пару слов? О, я, честно говоря, была очень плохим ребенком и очень плохим подростком. Настолько плохим, что моя мама в один момент меня начала пичкать успокоительными. И, честно говоря, я мало что мог рассказать об этом периоде. Просто потому что из-за этого я плохо его помню. Я помню, что я делала, да, но после того, как меня посадили на таблетки, у меня год из жизни или даже два примерно, они просто выпали. Я почти оттуда ничего не помню. Возможно, благодаря этому я теперь весьма спокойный человек. Спасибо вам. Были друзья знакомые, которые рисовали лучше тебя. Как они к тебе относились? Ребят, когда ты художник, тебя всегда окружают другие художники, которые рисуют лучше тебя. Другое дело, что иногда... Нет, не иногда. Я, честно говоря, не понимаю, почему они с вами общаются. Ладно, ладно. У меня в свое время была подруга, которая рисовала лучше меня, и она меня поддерживала. Она очень хотела, чтобы я училась рисовать, и я благодаря ей какое-то время очень сильно пыталась, потому что мне дико хотелось ее впечатлить. Но затем мы с ней перестали общаться, потому что у нее девушка была. И она как бы с ней уехала, и она перестала общаться в целом с кем-либо в интернете. И, получается, меня променяли на девушку. Ну, да, корешно, конечно. Друзей и ребят, между прочим, не надо бросать. Ну, неважно, я на нее за это не злюсь. Немножечко обидно. Я в свое время тогда очень сильно загонялась, думала, что дело в скиле, потому что ее девушка рисовала намного лучше. Но сейчас, оглядываясь на эту историю, мне кажется, что все-таки дело не в рисовании. Любовь, любовь и все такое. И сейчас я общаюсь с кое с кем, кто рисует в разы лучше меня. И я серьезно, каждый раз, когда я захожу в сообщение и вижу, как она мне пишет, типа, блин, красиво. Мне хочется сказать, господи, открой глаза женщина, пожалуйста, вот, ты хотя бы посмотри, что ты пишешь. Ты видела свои арты и мои арты? Какого хрена ты еще это пишешь? Тебе должно быть стыдно. Ладно, я утрирую. Естественно, я рада, что у меня есть учитель скилловый друг, но тем не менее. Иногда из-за этого у меня очень много проблем и загонов. С другой стороны, благодаря этому, опять же, я стараюсь быть лучше. Что подтолкнуло начать рисовать и создать канал? Рисование это просто состояние души. Ладно, я не знаю, как это писать. Я просто начала рисовать и просто создала канал. У этого нет четкой цели. Мне просто захотелось, и я это сделала. А вот второй вопрос. Хотелось ли когда-либо бросить рисование и канал? Много раз хотелось, честно говоря, когда много работы, на тебя все давят, на тебя все люди вокруг тоже давят, и ответственность идет какая-то. Ты начинаешь задумываться, нафиг оно мне надо. С одной стороны, я ведь всю жизнь могла рисовать исключительно в удовольствие, но за бесплатно. А теперь вот я рисую не за бесплатно. Ну и удовольствия уже не так много. В любом случае, как видите, я еще ничего не бросила. Я хочу идти дальше, поэтому я буду стараться идти дальше. Какие у тебя предпочтения в рисовании? Я имею в виду позы, полупрестнажи, стиль одежды и т.д. Ну, естественно, я люблю рисовать девушек, если быть точнее, длинноволосых, с голубыми волосами, зелеными глазами. Ну ладно, это шутка. Но, да, я люблю больше рисовать девушек, парней люблю рисовать меньше. Но, тем не менее, я их хотя бы уже рисую. Раньше, честно говоря, они вообще у меня не рисовались в никаком случае, только под дулом пистолета. Теперь же они хотя бы существуют в природе. А картинки, вот, я не знаю, как назвать эти картинки, но вот вам пример на экране из моих. Я люблю, когда на одной картинке несколько персонажей, там несколько пост. Я не знаю. Честно говоря, судя по отклику аудитории, эти картинки нравятся только мне. Но мне все равно нравится их делать. Я не понимаю, почему. Мне просто приятно их рисовать. Что бы ты хотела научиться рисовать и над чем поработать и улучшить? Абсолютно все. Я сейчас учусь абсолютно всему. Я пытаюсь развить свой стиль просто максимально. Но из-за того, что я не совсем понимаю, в какую сторону я иду, мне немножечко сложно. Но, тем не менее, я пытаюсь. Будут ли у проблемы Брис с ребенком Брис Цилы и Блейз? Как она будет к нему относиться? Ну, во-первых, это спойлер, но, типа, проигнорировать вопрос было бы неправильно. Он все-таки тут есть. Да, будут, конечно, это же Брис. У нее со всеми проблемы есть. Это очевидно. Ты говорила, что когда у тебя обнится скилл, то ты, скорее всего, будешь киножевать от первых страниц комикса. Как ты относишься к первых страницам сейчас? Считаешь ли ты, что в них получилось что-то плохо? Я скажу так. Я не крыжу от них пока что. Но, очевидно, новые страницы у меня выходят намного лучше. И я бы перерисовала только некоторые из них, просто потому что я их рисовала в плохом состоянии. Мне было просто физически и морально плохо, и из-за этого они вышли хуже, чем, ну, должны были выйти. И их бы я перерисовала. В остальном я предпочитаю оставлять все так, как есть, потому что это все-таки часть истории. Когда-то я так рисовала, и когда-то мне это нравилось. Например, обложка первой главы, где Брис сидит в ванне, она мне тогда очень сильно понравилась. Она мне показалась такой яркой, голубой и красивой. Сейчас она мне, честно говоря, уже не нравится. Не от слова совсем нет, а в ней что-то есть все-таки. Но того чувства восторга уже нет. И я не знаю, хорошо это или плохо. Но в любом случае я не оскорбляю свои старые арты, по крайней мере с того периода. На самом деле мои старые арты очень плохие, как и новые, но не важно. Поэтому я не думаю, что когда-либо я вообще буду перерисовывать те страницы. Знает ли мама о твоих персонажах, рисунках и Брис? Моя мама знает, что я рисую, но моя мама и не знает, что конкретно я рисую. Ну, в смысле, когда она спрашивала, я сказала, что я делаю комикс, и она не стала спрашивать дальше. Но, с другой стороны, я знаю предпочтения моей мамы, и я могу с уверенностью сказать, что история Брисбы ей не пошлась по нраву просто. Потому что она про подростка-бунтаря, который никого не слушается, типа. Ну, в общем-то, как-то так. Это все вопросы на сегодня. Я не стала их там уже делить на персонажей, на личную жизнь, все подряд. Ну, там еще были всякие странные вопросы про ориентацию и прочее, прочее, прочее. Я просто подумала, что это странно, и не стала их выбирать, наверное. С другой стороны, а к чему вы интересуетесь моей ориентацией? Вы хотите ко мне подкатить? Ладно. Всем большое спасибо за просмотр. Вы можете оставлять вопросы под постом последним в сообществе на Ютубе, просто потому что я большинство из них уже просмотрела. И мне нужно будет сделать еще одну часть, так что еще не поздно. Я не хочу делать новый пост, поэтому вы можете написать все вопросы туда. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на ВК, на Инст, если он у вас работает. А если не работает, включайте ВПН и подписывайтесь на Твиттер, что там еще есть. В общем-то, на много чего. Все, что есть, все, подписывайтесь. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok